Добрый день! Я Екатерина Зернова, Народный мастер Российской Федерации по ручному узорному художественному ткачеству, методист Государственного музея и заповедника Куликово-Поле, филиала Тульские древности. Мы продолжаем серию встреч от веретената станка. В первый раз мы говорили об искусстве придения на веретене, о том, как обрабатывают материалы, а теперь мы переходим к теме самопрялки. Для многих самопрялка стала символом крестьянского быта. Она украшает практически каждый музейный интерьер и неспроста она действительно красива, но при этом еще и функциональна. Производительность самопрялки в несколько раз превышает производительность велетена. В Россию самопрялка пришла из Германии. И первая была не такой, как мы привыкли ее видеть, вертикальная, а так называемая горизонтальная, или еще ее называли русская или лежак. Горизонтальная самопрялка выполняла абсолютно те же самые функции, что и вертикальная. Разница состояла только в громоздкости, объеме занимаемой, объеме занимаемой этой прялки в помещении. Безусловно, вертикальная самопрялка значительно более компактна. Современные мастера в основном делают именно самопрялки такого типа. Как бы то ни было, существует Левковская самопрялка, которую разработали и производили именно в России по названию села Левково в Смоленской области. Левковская самопрялка очень компактна, удобна и легка. В основном она бывает со сборным колесом. Вот с таким. Часто делали самопрялки и со сплошным колесом, как та, на которой я буду работать. Для того, чтобы сделать такую прялку нужно вложить много труда и сил. В основном использовались разные породы дерева для изготовления ее, но отдельные части должны были быть именно из березы. Береза – это особое дерево. Если говорить о березе, она не только излюбленное дерево, символ России, но еще и очень многое дает человеку. На бересте писали, березовый сок мы пьем по весне, и из березы получается очень хороший функциональный. Различные детали самопрялки назывались по-разному. Хотя часто прибегают к технической терминологии, но есть и этнографические названия. Одна и та же деталь могла называться по-разному. Например, рогач, рогуля, рогатина. Также могли одинаково называться детали других инструментов для предиенит качества и элементы самопрялки. Например, цевкой традиционно называли вращающийся элемент, например, в челноке станка или в самопрялке. Но самые простые названия, которые мы можем услышать, это обод, колесо, рогач, шпулька или катушка и так далее. Итак, один из самых важных элементов – механизм, который расположен в стойке самопрялки. Многие считают, что это именно декоративный элемент, но вращая этот элемент, мы можем натягивать или ослаблять привод, или его называют шпагат, ремень, как угодно. Тут могут быть разные термины. Ослабляя или натягивая этот ремешок, мы делаем вращение быстрее или слабее. Это позволяет работать быстрее или медленнее мастерицы скручивать нить сильнее или слабее. Каждая мастерица подбирает удобный для нее темп или тот, который больше подходит для материала, с которым она работает. Что интересно, этот ремешок является единой нитью, а не двумя отдельными, как многие думают. Благодаря вот этому особому устройству мы можем иногда удерживать нить в руках для того, чтобы она скручивалась сильнее. В рогаче заправляется катушка или шпулька, на которую наматывается нить. После того, как заполнялась эта катушка, ее обычно снимали и работали со следующей. С одной катушкой работать практически невозможно, потому что последующие технологические операции требуют работы как минимум с тремя катушками одновременно. Металлических деталей в самопрялке совсем немного. Это ось рогача и кривошип, который позволяет вращать колесо. Нить проходит с катушки через специально загнутые гвоздики, которые позволяют регулировать, куда будет наматываться нить. Работа последовательно с каждым гвоздиком позволяет намотать нить равномерно и заполнить катушку качественно. Итак, колесо самопрялки. Как я уже говорила, оно могло быть сборным с фигурными красивыми спицами. Сборное колесо наиболее легкое. Могло быть сплошным. Иногда и сплошное колесо украшалось отверстиями. От размера колеса зависела и скорость работы на прялке. Наверное, самое сложное в работе на самопрялке – это научиться вращать колесо в одну сторону. Как правило, люди, впервые занимающиеся этой работой, испытывают тут большие трудности. Колесо вращается то туда, то обратно. Здесь необходимо поймать свой темп, установить кривошип в верхнее положение, а затем вращать колесо с помощью педалек. Современным мастерицам я не советую работать в обуви на каблуках. Это обязательно должна быть обувь на ровном ходу. Ногу нужно ставить как можно дальше на педаль. Многие современные мастерицы сейчас работают на самопрялке. Почему? Потому что можно сделать очень красивую арт-пряжу. Оригинальную, буклированную, просто какую угодно. И впоследствии использовать ее в работе. Вы спросите, каким образом осуществлять уход за самопрялкой? Что можно использовать в качестве ремня? Я предпочитаю синтетически прочные шнуры. А для ухода машинное масло. Не рекомендую вам использовать подсолнечное масло. В старину использовали дегтярное. Очень трогательная была находка маленькой стеклянной бутылочки с дегтярным маслом и гусиным пером, с помощью которого смазывали самопрялку. В нашу предыдущую встречу я говорила о простых архаичных прялках, которые представляют из себя донцы и лопасть. Так вот, они не ушли в прошлое с появлением самопрялки. Донцы с лопастью помогали работать с новым инструментом, так как здесь было очень удобно размещать сырье, материал, шерсть, лен, крапиву и так далее. Хотя многие мастерицы, как собственные я, предпочитают размещать материал для прядения прямо на коленях. Что из себя представляет тульская прялка-лопасть? Это в основном гребень или вот такая рогуля. Выглядит она, конечно, очень просто по сравнению с красивыми северными прялками. В фондах музея-заповедника Куликово поле хранятся изумительные прялки с резьбой, росписью. С помощью такой рогули можно было, например, закрепить шерсть для прядения. Для этого ее нужно было завязать в платочек, а можно было и плести пояса. Хочу обратить ваше внимание, что инструменты для прядения не покрывались лаком или краской, хотя иногда их украшали акварельной росписью, но она очень быстро сходила. Самое лучшее это было вощение или покрытие олифой. Лак придает слишком современный вид таким инструментам. Если вам в руки попал старинный инструмент, я не рекомендую его лачить или красить акрилом. А теперь непосредственно о процессе прядения. В качестве материала я использую шерсть. В прошлый раз я много рассказывала об обработке льна и крапивы. Сейчас скажу немного о шерсти. Прежде чем работать с ней, необходимо ее качественно промыть. Для этого могли даже погружать ее в проточную воду, например, в ручей. Многократно разобрать, поскольку овечья шерсть часто содержит семена растений различные, репьи и так далее. И было такое выражение бумажить шерсть. То есть после промывки, когда она сваливается, ее нужно было прочесывать. Сейчас используют современный инструмент, который называется кардачес. В старину использовали карда или кардочки, деревянные карточки с битыми в них часто гвоздями, которые позволяли очень хорошо прочесывать шерсть. В данном случае мы используем уже прочесанную чистую шерсть, которая очень удобна для придения. Итак, для начала работы можно привязать ниточку к шпульке, чтобы к ней можно было уже припредать шерсть. И вот сейчас от нас требуется настоящее мастерство. Нужно одновременно контролировать вращение колеса, разбирать материал и следить за нитью. Нить должна быть постоянно в натяжении, не слишком сильным, чтобы она не скрутилась сильнее, чем надо, и не слишком слабым, чтобы не получилась слабо скрученная нить. Сегодня для придения я использую эстонский кардачес. Чтобы рекомендовать современным мастерицам, вы можете свободно использовать любую шерсть для заваляния, которое продается в магазине. Поскольку покупка настоящей овечьей шерсти и ее обработка связаны с большими сложностями для обитательниц городских квартир. Ну а если вы еще не имеете опыта в придении, лучше потренируйтесь на очесах льна. У льна достаточно длинное волокно и с ним работать значительно проще. Как я уже говорила в предыдущей встрече, нить не является готовым продуктом. То, что вы изготовили на самопрялке или на велетене, скручено в одну сторону. Конечно, с нею можно работать при большом желании, тогда ее придется, допустим, постирать, затем специально сушить. Но лучше сделать ниточку с ученой, то есть соединить две нити в одну. Для этого в старину мастерицы использовали специальный инструмент. Это вьюрок. Были и другие этнографические названия. Я говорю южно-русским языком, более понятным для нас. Вьюрки могли быть для веретен. В этом случае они делали с помощью топорной выемки, закреплялись одновременно два веретена и с них можно было ниточки соединять на третье веретено. И в данном случае у меня вьюрок для самопрялки. То есть, когда мастерица напылила две полные катушки, она может их разместить на этом устройстве и на третью катушку накручивать уже готовую нить, соединенную из двух. Конечно, современной мастерице такой инструмент достать вряд ли удастся. Это скорее музейный экспонат. Но люди, конечно же, находят выходы. То есть, закрепляют на деревянной планке несколько металлических стержней, на которые можно закрепить катушки. Наши встречи из серии от веретена до станка продолжаются. Две первые были посвящены предению, а теперь мы наконец-то можем переходить к ткачеству. Спасибо!